Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 августа, добралась я до негритёнка. Этот сорт тоже выращиваю впервые и сейчас я расскажу кое-что о нём. Но всё это, я сразу говорю, что всё это узнала я из интернета, потому что я его выращиваю впервые, он для меня в новинку, для самой. Если честно, я ожидала более чёрные плоды, но как я прочитала в статье, что он чёрным никогда не бывает. Он сначала зелёный, а потом вот эта часть у плодоножки остаётся такой тёмно-зелёной, а плоды краснеют и в конце концов приобретают такие багровые оттенки тёмные. И всё, вот это и негритёнок. Но, конечно, внутри он немножко отличается от обычных помидор. Он не ярко-красный, а какой-то вот грязноватый цвет. И сами они как будто бы такого грязного цвета, как будто красный с чёрным перемешали. Если честно, я думала, что негритёнок будет вот как у меня вот голубая звезда, прям тёмный такой чёрный цвет. Нет, он получился вот такой, не совсем он как негр, а такой как бы в лёгкой степени. Что я узнала об этом сорте? То, что он высокий. Написано, что в теплице он бывает до двух метров, но он у меня в открытом грунте, у меня вырос полтора метра. Так я и прочитала в статье, что в открытом грунте он ниже на полметра, полтора метра, но растение очень мощное. И что мне не нравится вот в таких томатах, именно в таких сортах, очень высоко закладывается первая кисть. Вот у негритёнка после 10-го или после 12-го листа, а некоторые по отзывам садоводов я читала, что даже после 14-го листа закладывается только первая кисть. Представьте, вот у меня, который Демидов Настя, они после 5-го и 6-го, а это после 14-го. Ясно, что очень долго растёт этот куст, он здоровый такой, как дерево, он толстый. Пока вот они, пока-пока-пока, всё это пока первая кисть, пока всё это вырастет. И ещё, что пишется у него урожайность небольшая, 6,5 килограмм на квадратный метр. Я, правда, не взвешивала, я всегда говорю, что я не вешаю. Первые поспели сняли, потом следующие поспели, ещё сорвала. У меня эти дополнительные хлопоты, мне просто времени нет завешивать. Но вот говорят, что урожайность у него небольшая. И как я вот прочитала, вот когда про него информацию искала, что он подходит именно тем, кому не важен только вот такой огромный урожай у томатов, а кто любит разнообразить свои сорта, кто любит различные эксклюзивные, деликатесные сорта, что вот, ну, что-то такое необычное. Вот этот томат, он, конечно, отличается от всех наших. Плод у него тоже не очень большой. Указан вес 120-160 граммов. Я его ещё не завешивала, но вот этот тяжёленький, грамм 200 есть. И там написано в статье, что если хотите укрупнить, 300 или 400 грамм сделать, нужно строго посынковать и вести в один стебель. Но у меня были они в два стебля. Я всегда говорю, что мне очень крупные не нужны, и главное, чтобы они были все здоровые, все красивые. Ну, вот они поспели, плотные такие хорошие томаты, такие как обычные, просто немножко цвет, как бы такой темноватый. Ну и всё, вот плод сначала зелёный, потом окрасился вот в такой, какой цвет назвать, я даже не знаю, какой вот, видите, какой тёмно-коричневый или грязно-красный, как его назовёшь, его не шоколадным не назовёшь, потому что рядом полосатый шоколад растёт, он совсем другой. Вот такой негритёнок, я выращиваю его впервые, на будущий год я его посажу ещё раз посмотреть. Ну, вообще, конечно, как и про те сорта, вот я говорила про зелёные, для основного, вот как, например, мы собираем количество какое-то кустов садить, конечно, для основного выращивания его я не буду использовать, потому что в основное выращивание у меня выходят именно сибирские сорта, которые урожайные, которые там неприхотливые, которые стандартные, обычные, с красным цветом, чтобы их можно было применить и для приготовления соков, паст. Ну вот, сок томатный с такого цвета, я не знаю, не пробовала, но ничего не буду делать, но мне кажется, он будет просто неяркий, и кетчуп тоже будет неярко выраженного красного цвета, будет казаться такой, что он как бурый какой-то. Ясно, что для сока подходят и для леча более яркие красные сорта, но вот этот томат тоже, туда же, куда лягушку царевну, туда же, куда синюю-голубую звезду, полосатый шоколад, туда же и негритёнка. Я отправляю в тот строй, где у меня томатные меньшинства, то есть всякие эксклюзивные, необычные, диковинные сорта, но которые не будут никогда составлять у нас основную часть нашей коллекции, которую мы именно для заготовок, для массового сбора. А вот так полакомиться, посмотреть, даже ради расширения кругозора, посмотреть, какие ещё бывают томаты, ведь их столько много-много-много, всяких разных, и когда смотришь на картинки, это одно, а когда вот ты берёшь в руку и разрежешь, смотришь вот так, это совсем другое. Вот на картинке, кстати, в интернете точно такой же разрез рисунок. Я ещё сомневалась, потому что я взяла они в магазине, получила от частного лица семена, без всякой упаковки, по-моему, они были, ну не помню я, но я не покупала их сама, я сомневалась, те они или не те, но вот оказалось, что это точно негритёнок вырос. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова, краткий обзор сорта негритёнок. Субтитры создавал DimaTorzok